Доброе утро! В эфире программа «Живое слово» у микрофона Сергей Покаместов. Продолжается Великий пост, нынешняя неделя которого называется «Крестопоклонный». Название её происходит от того, что в субботу вечером, по особому чину, в церкви совершается поклонение честному и животворящему кресту Господню, ставшему для христиан древом жизни и открывшему вход в потерянное первозданным человеком Небесное Отечество. Это событие символизирует середину поста и призвано укрепить соблюдающих установление церкви. Если мы добросовестно пропастили всю первую половину Великого поста, то есть скоромной пищи вовсе не вкушали, старались есть меньше и реже, в разного рода удовольствиях и развлечениях себя отказывали, честно боролись со своими греховными склонностями и привычками, мы не могли не почувствовать некоторого переутомления и даже упадка сил от необычного напряжения воли и телесного ослабления, пишет архиепископ Аверкий Таушев. И чтобы укрепить нашу волю и дух к дальнейшему пощению, церковь дает духовное утешение, выносит для всеобщего торжественного поклонения крест Господень, который можно сравнить с воинским знаменем, выносимым на поле сражения для того, чтобы возбудить в войнах Христовых бодрость, духа и мужество для успешного продолжения борьбы и окончательной победы над своими грехами и страстями. О том, какой смысл несет в себе почитание креста в православии, нам рассказал руководитель миссионерского отдела Сыктывкарской епархии, отец Александр Митрофанов. Для многих, особенно людей неверующих или протестанты, нам часто такой вопрос задают, почему вы носите на шее орудие убийства Христа. Но на самом деле это больше не орудие убийства, это оружие победы. То есть это то оружие, которым Господь победил смерть, которым искупил нас от греха. Потому что сатана, он как гордый дух, он не мог поверить до конца, что Бог ради нас согласится стать человеком. Мы видим, да, вот вся языческая культура. Мы видим там, Бог становился человеком, но все время притворно. То есть он принимал облик человека. То есть поэтому для сатаны это принять облик человека еще как-то нормально. Но чтобы Господь ради нас согласился стать настоящим человеком, он в это, конечно, поверить не мог. Поэтому он думал, что Иисус просто праведный человек, который его сатанинскому царству причиняет много неприятностей. И он думал, что вот сейчас я убью этого праведника. Опять я восторжествую, и опять все пойдет своим чередом. Но когда смерть попыталась поглотить невместимого, она сломала зубы, поэтому ад был разрушен. И человек теперь может из него выйти. До прихода спасителя человек, какую бы жизнь ни прожил, праведную или не очень, он все равно попадал в ад. Да, ад тоже неоднороден, и в аду было некое место, которое называлось Лона Авраамова, куда попадали праведники. Они там не испытывали адских мук, но ничего хорошего там особо тоже сильно не было, потому что все равно часть ада. Ад был разрушен, и те, кто захотел, вышли за Христом, пошли в Царствие Божие, про которое апостол Павел писал, что глаз того не видывал, ухо того не слыхивало, и на ум того не приходило, что уготовил Господь любящим его. То есть в раю будет, конечно же, в Царстве Божием будет просто очень хорошо, как есть такой образ, что если бы мы шли тысячу лет по темному бетонному туннелю, и нам на мгновение показали Царствие Божие, мы бы не раздумывая согласились еще тысячу лет идти по этому темному бетонному туннелю, чтобы еще на мгновение его увидеть. И, по-моему, Серафим Саровский говорил, что если бы мы знали, как там хорошо, не задумываясь бы каждый из нас, свое тело с радостью бы отдал на съедение червям даже заживо. И вот как раз крест – это оружие победы, то есть оружие, которым Господь как раз вот победил смерть, перехитрил сатану, и мы этим освободились. То есть поэтому крест на шее – это не орудие казни Христа, а это орудие победы Христа. И на самом деле он помогает нам держать себя, как говорится, в берегах. То есть вот некоторые там, для чего мы носим крести? Крест, конечно, ни в коем случае не оберег, но мы чувствуем действительно поддержку Божию, когда мы носим крести. Это нам напоминание лишний раз, когда вот мы посмотрим на крест и скажем, что нет, я христианин, да, я же крест ношу, я вот какие-то вещи для меня делать недопустимо. Поэтому действительно крест нательный – это вот действительно орудие победы, и мы чувствуем помощь этого оружия, потому что для сатаны это все очень-очень шокирующе. Взирая на крестное знамение, он вспоминает свое поражение, да, поэтому говорят, что бесы крестного знамения боятся как огня, потому что для них действительно это вот напоминание о их поражении. Поэтому крестное знамение, оно действительно такое спасительное. Да и любой может, наверное, на себе испытать, даже вот просто, когда перекрестившись, вот, например, приехать куда-нибудь в паломничество, там, в Дивеево, да, там святые источники, в которых принято купаться, а вода холодная, в воду холодную лезть, особенно там, когда на улице жарко, прям крайне не хочется, и прям чувствуешь нет сил залезть в эту холодную воду. Ты перекрестился, и откуда-то силы появляются, и ты вот уже, уже окунулся. Крест – это, действительно, поддержка наша. Поэтому третья неделя как раз посвящена Кресту и Евангелии. Считается как раз, где говорятся такие слова, что «возьми крест свой», потому что жизнь наша ставит нас перед какими-то выборами, ставит нас перед какими-то испытаниями, и мы можем всячески избегать этих испытаний, да, опасаясь взять на себя ответственность, а можем взять на себя ответственность и делать то, что должно. И вот именно христианин, он должен таким быть воином. Мы же воинство Христово, как говорит отец Дмитрий Смирнов, мы же к этому призваны, а говорит, на нас посмотришь, на теперешних мы не то что воинство, а мы больше на госпиталь похожи, причем на реанимационное его отделение. Как раз мы должны стать воинством. Вот крест – это как раз то оружие, которым мы побеждаем дьявольские козни. Взирая на Господа, взирая на ту жертву, которую он за нас претерпел, нам уже стыдно грешить. За тебя человек Господь распялся, за тебя он страдал на кресте. Как ты после этого еще как-то грешишь, да, как ты после этого умудряешься жить, не задумываясь вообще о вечности. Ты куплен дорогой ценой. Когда мы это помним, нам проще бороться со своими страстями, проще бороться со своими искушениями, потому что мы, взирая на крест, как раз понимаем, что Господь ради нас претерпел очень такие серьезные страдания. Вот сейчас как раз идет пост, и обычно православные христиане стараются каких-то увеселений избегать, да, телевизор не включать, там если включать, то канал «Спас» или «Союз», да, радио православное. Но мне кажется, что вот, чтобы лучше понять, в принципе, можно посмотреть художественный фильм, он на документальных событиях основан Мэла Гибсона «Страсти Христовы». Есть разные отношения к этому фильму, но что он хорошо передает, как именно действительно те страдания, которые за нас претерпел Господь. Потому что, когда мы читаем об этом священном писании, мы порой не видим картину той жестокости, насколько действительно Господь много ради нас перетерпел. И вот как раз фильм «Страсти Христовы», пост, мне кажется, посмотреть полезно бы, чтобы подчеркнуть для себя, насколько сильно Господь за нас страдал. После этого, конечно, грешить захочется сильно меньше, ну, по крайней мере, на какое-то время, пока впечатление будет свежое. Вот такие вот вещи, они помогают нам бороться со своими страстями, да, когда нам тяжело, когда мы переживаем по каким-то вещам с точки зрения другого человека, не совсем даже значительно, да, мы можем посмотреть на страдания Христа и сказать, это что, это я разве сейчас страдаю, да, вот Господь ради меня сколько всего претерпел. И он не жаловался, он с креста благословлял всех, говорил «Прости, Господи, не ведуя, что творят». А я претерпеваю намного меньшее неудобство, я почему-то постоянно ною, постоянно чем-то недоволен, постоянно у меня плохое настроение. Ну, посмотри на Господа, Господь больше тебя претерпел ради тебя же. Вот это является действительно таким, даже, можно сказать, человека, выдергивающим из этих унылых мыслей. Как один философ сказал, я, говорит, переживал, что у меня нет ботинок, пока не увидел человека без ног. Да, вот если все-таки воспринимать крест не как некий инструмент, а под крестом еще подразумевается некий объем жизненных тягот, да, которые человеку приходится перенести в жизнь, вот насколько необходимо терпеть, насколько этот крест надо нести безропотно верующему человеку? Народная поговорка такая есть «терпел Елисей, терпел Иесей, терпел Илья, потерплю и я». Ну, а какой смысл роптать от того, что мы ропщим, мало же, что меняется. Наоборот, когда мы ропщим, мы, наоборот, как-то подчеркиваем патовость нашей неприятной ситуации, и мы ее начинаем воспринимать еще более печально. Поэтому святые говорят «благодари Бога за все», «благодари Бога за скорби», и скорби минует. Потому что для чего Господь посылает нам какую-то скорбь? А для того, чтобы мы чему-то научились. А если мы начинаем за нее благодарить, ну, значит, мы уже чему-то научились, и Господь в этой ситуации часто эту скорбь убирает. Ну, и опять-таки, очень часто, когда мы не можем изменить ситуацию, мы можем изменить свое отношение к этой ситуации. Да, как говорил Паисий Святогорец, люди делятся на пчел и мух. И для пчелы весь мир большая цветочная поляна, а для муха и на этой цветочной поляне найдет эту заветную кучу навоза, и для нее весь мир действительно большая куча навоза. И вот Паисий Святогорец призывает нас, не будьте мухами, а будьте пчелами. То есть, поэтому надо все равно в мире искать что-то светлое. Как Господь говорит, если твое око светло, все твое тело светлое, если твое око темно, все твое тело темно. Вот представить ситуацию, двое идут по пустыне, там человек на 90% состоит из воды, эти уже процентов на 70%. Идут усталые, хотят пить, и один благодарит Бога за неспосланное ему испытание, а другой проклинает день, в который он родился. Кому будет легче идти? К тому, кто благодарит Бога, хотя ситуация одинаковая, но тем не менее, если мы вот несем крест свой безропотно, его нести значительно легче, потому что Господь всегда поможет человеку, который к нему обращается за помощью. Есть такая притча, даже Светлана Копылова на нее написала песню о том, что человек, пройдя жизненный путь, оглянулся назад и увидел два следа, свой и Божий. И увидел, что в тех сложных ситуациях, когда ему действительно было сложно, след оставался один. И он обратился к Богу, Господи, ну почему так? Ты что бросил меня? Почему, когда мне было сложно, след был только один? Господь ответил, это потому что я нес тебя на руках. Поэтому действительно, когда мы с Богом, Господь всегда поможет. Даже сказано же в Евангелии, иго мое благо и премия мое легко есть. Потому что если мы несем крест свой с Богом, то большую часть несет за нас Господь. И вот поэтому, с одной стороны, неделя креста поклонная, она говорит о том, что надо взять свой крест. А с другой стороны, является таким неким утешением для нас, что Господь все равно не посылает испытаний больше, чем мы можем понести. И действительно, все наши испытания по сравнению с испытаниями Божьими, они очень несерьезные. Поэтому нет повода для уныния. Крест тяжелый, путь далекий, тяжело его нести. Сохрани меня, Спаситель, ты на жизненном пути. Крест тяжелый, путь далекий, ох, как трудно его смею. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...